Всем привет дорогие друзья! Я решил выпустить полную сборку разборов всех серий первого сезона Злые Дни, чтобы не бегать от одного видео к другому и посмотреть все сразу. Не забывайте подписываться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать будущие озвучки разборы. А мы начинаем! Кстати, посмотреть весь новый сезон Злые Дни на русском языке вы можете в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку оставил в описании, там помимо озвучки еще и сабы есть. Так что заходите, смотрите и не забывайте на группу подписываться. Мы для вас уже все серии перевели и озвучили. Первая серия. В общем, если вы смотрели мои предыдущие ролики, то в самом начале серии почти нет ничего нового. Местные Фред, Шегги и Велма рисуют на заборе у дома с призраками надпись. Это свалка отстой, лол. Фред говорит, что эту свалку скоро снесут. Значит, ребята пришли просто, чтобы повандалить. И ничего больше. Никаких вам разгадываний, тайны, ловли разных людей, которые скрываются за масками монстров. И, кстати, актеры испанского дубляжа Фреда и Велмы также озвучили своих пародированных героев и взлыднях. Такие дела. Далее девочка-призрак начинает пугать их. Меняет надпись на заборе на «Я поколочу вас, дети». Причем все буквы из первой фразы полностью составляют вторую фразу. Ну и сама вылазит из забора. Чем пугает ребят? Еще сильнее. И они тут же удираются всех ног от поместья с призраками. Правда, Фреду немного не повезло. Он падает вот в такую расщелину в земле. Позже на сайте Подемос Байлар мы найдем вот такую листовку с поиском Хуана Федерико Германа. Его разыскивает департамент полиции города Игдресиль. А в описании написано «Возраст 15 лет, рост 165 сантиметров, пол мужской». Дополнительная информация. Одевается, как тот чувак, который разгадывает тайны в том самом сериале с фургоном и собакой по телевизору. Свяжитесь с властями, если у вас есть какая-то информация. Чувак, похоже, вообще с концами пропал. Но к обновленному сайту Подемос Байлар мы с вами еще вернемся. А пока мы снова видим кадры, которые уже не раз с вами обсуждали. Дети-призраки видят в телевизоре рекламу с бульдозером, который ничего не боится. Даже мумию с Дракулой лол. Запомните это, ведь главный гэг в серии будет построен именно на этом. Он рассказывает, что собирается снести этот дом и построить на его месте золотую площадь Плаза. В это все встревает сам Блокхэт и предлагает детям свою помощь. Причем в своем стиле. Он при помощи сил вмешивается в телевизионное вещание. Точно так же, как он это делал и с пенумброй в пилоте. И предлагает детишкам свои услуги. Далее мы видим заставку, которая будет меняться из серии в серию в зависимости от происходящих в ней событий. Тут мы видим забор, где из сломанных досок выглядывают светящиеся глаза. Намекая нам на детей-призраков, которые будут иметь немалую роль в сюжете первого эпизода. Далее будут опять те же самые сцены, про которые я вам рассказывал раньше. Флюк Деменции и 505 борются с Рингвормом. В местечке под названием Новая Редженсия. Да, мы наконец-то узнали имя этого кольцемена. 505 пытается его обнять, тем самым отвлекая его от своих героических дел. Чем пользуется Деменция и со всей силой ударяет Рингворма. Хотя он просто хотел сделать фотку с 505 и его дочкой. Блэкхэт забирает их оттуда, приняв форму вот такого огромного черного червя. Что может быть отсылкой на старенький фильм ужаса в дрожь земли. Где люди боролись с такими же огромными червями, которые вылезали из-под земли. Все они появляются в офисе самого лорда Блэкхэта. Вместе с вот этим зевакой в подтяжках. А Рингворма отправляют к троллям на съедение. Мы про этих троллей еще подробно поговорим в будущих видеороликах. Кстати, в кабинете Блэкхэта на Стелле установлена плита короля Рамзеса. Из мультсериала Кураж. Трусливый пес. Блэкхэт поручает нашей троице расправиться с бульдозером. И принести ему договор о сносе здания. Причем он опять упоминает, что бульдозер ничего не боится. А Флюк говорит, что у него синдром капитана Крюка. И он боится только того, что отняло у него руку. Ведь вместо нее у него шар для сноса зданий, который он называет ягодкой. И да, это отсылка на сказочную повесть Джеймса Барри под названием Питер Пен. Ведь в одном из сражений с Питером Пеном Джеймс Крюк потерял правую руку. И с тех пор пользовался протезом в виде Крюка. Так как отрубленную руку Джеймса Питер Пен скормил крокодилу. А у Крюка развились некоторые фобии. Например, он смертельно боится вечно следующих за ним рептилий. Но об этом мы поговорим чуточку позже. Кстати, в планшете, который держит Флюк, можно увидеть настоящее имя бульдозера. Его зовут Роберт Ребилдер. Когда Флюк 505 и Деменция подлетают к особняку с призраками, мы можем увидеть билборд с бульдозером и надписью «Скоро будет снесено бульдозером». А справа виднеется табличка «Добро пожаловать в детский дом Вандир». И я в прошлый раз был прав. Это место действительно было приютом для детей. Не зря же тут столько детей-призраков обитает. Но об этом чуть позже. Мы понимаем, что лабиринт умеет разговаривать. Он говорит фразу «Оставь надежду всяк сюда входящий». А это заключительная фраза текста над вратами ада в божественной комедии Данте Алигьери. Флюк игнорит его и улетает ближе к дому. Далее Флюк оставляет 505 на корабле, отчего бедный медведь начинает плакать. И они вместе с Деменцией заходят в дом. Их встречает Эмилия. Флюк боится и убегает из дома, но страхи не заканчиваются. Ведь дом тоже умеет разговаривать. Он имеет человеческие черты лица, да и у него даже есть сердце. Этот дом основан на главном антагонисте из фильма «Дом монстров». Он оживает, принимая довольно страшный вид. И его можно убить, уничтожив его сердце. Дети-призраки и дом рассказывают Флюгу, что этот дом веками был пристанищем душ, чтобы они могли покоиться с миром. Но бульдозер хочет уничтожить дом и оставить всех призраков без крыши над головой. Кстати, у Флюга на купюрах в кошельке есть надпись «Сальве Блэкхэт» или «Слався Блэкхэт». Так что злодейские деньги никто не отменял. И Туриэль был бы не Итуриэлем, если бы не продумал всю эту историю с призраками и домом до мельчайших деталей, которые мы с вами можем узнать, зайдя на сайт подема с Байлар. Сайт обновился, и на нём появилось огромное количество информации, дополняющей новые серии. Во-первых, заходим на сайт и видим что-то поистине странное. Тут появились какие-то четыре картинки с танцорами, рядом с которыми находятся чёрные шляпы. В основном здесь нет какой-то суперполезной информации в тексте. Я буду кратко всё описывать, но если вам интересно, то можете останавливать данное видео и внимательно вчитываться в каждый текст, ведь мы уже для вас его локализировали. Так вот, первый танцор. В заголовке написано «Все танцуем в безопасности», а ниже говорится о неких экспертах, которые специализируются на безопасных танцах, независимо от стиля. От балета до культового танца без шляпы. Ниже анимековая девочка даёт нам небольшую мотивашку. Если вы боитесь безопасно танцевать, то с их помощью вы научитесь это делать. Далее изображена ещё одна девочка, которая рассказывает, что у них есть точки по всему миру. Просто посетите нас, и вы быстро научитесь танцевать безопасно. Ниже большими красными буквами выделено сообщение «В настоящее время наших точек нет на карте. Спасибо». Ну и вот этот танцор говорит нам, что в настоящее время они не работают, а персонал благодарен, что вы не заходите в помещение в шляпе. Танец без шляпы. Спасибо, что заходите в помещение без шляпы. Безопасные танцы. Похоже, Купер и Волшебник до сих пор живы, и они продолжают шифровать свои данные. Тем более, они снова вставили в новой серии свои послания. Например, в первой серии, сразу же после заставки, если вовремя остановить, можно увидеть часть досье, которая прольёт свет на саму мисхит. Но об этом мы поговорим в будущих видеороликах. Так в чём прикол этих танцоров, и как зайти на сайт? Всё очень просто. Нужно в определённой последовательности нажимать на шляпы под каждым из танцоров. Сперва нужно нажать на шляпу под первым танцором, и мы услышим характерный звук. И методом подбора мы найдём нужный нам код. Если дальше нажать неправильно, будет вот такой звук, который отличается от звука при правильном нажатии. Итого получается. Первая шляпа, четвёртая, третья и вторая. И мы попадаем на старый подемос Байлар, где нам нужно снова ввести уже известный нам пароль. 469831. И тут мы попадаем в главное меню, на котором появился новый отчёт. 16, 15, 23, 5, 18. Причём, что интересно, все эти цифры мы можем увидеть в конце всех заставок серии первого сезона. В отчёте всё как и раньше. К каждой серии прикреплён отдельный файл, где мы можем узнать чуточку больше о нынешнем эпизоде. В данном случае нас интересует вот эта первая вкладка, которая называется «Привидение». И как раз таки она относится к первой серии сезона. Итак, вот эту листовку с поиском Хуана Федерико Германа мы уже посмотрели и разобрали. Далее мы видим статью из газеты от 31 октября 1980 года, которая называется «Овестник Игдрессиля». Что примечательно, судя по вот этой надписи, округ Игдрессиль находится в штате Космополис. Но не суть. Как мы можем увидеть в первом эпизоде, когда деменция фотографируется напротив картин, при вспышке появляются новые картины, которые дополняют историю, описанную в газете. Это история про Дину Линберг и её мужа Энгеля Хаоса Ван Ди Роу, которые эмигрировали из Германии в середине 19 века. С мечтой создать детский дом, где они могли бы содержать детей сирот. Ходили слухи, что пара была одержима этим проектом, поскольку они сами не могли зачать биологического ребёнка. Они купили огромную землю в округе Игдрессиль и начали строительство дома. В 1890 году детский дом был построен, однако жестокий поворот судьбы не позволил им наслаждаться своим новым домом, так как вскоре после окончания строительства муж Энгель скончался при неизвестных обстоятельствах. Дина осталась одна, опустошённая горем после гибели мужа. На надгробной плите написано «Энгель Хуан Ван Дир – любимый муж, моя любовь к тебе навсегда останется в стенах нашего дома». Вскоре после этого Гордон Лаверн, смотритель, который работал с парой более 30 лет, скончался во время патрулирования лабиринта, главного сада, дома. И Энгель, и Гордон были похоронены на территории особняка. В конце концов, говорят, Дина медленно теряла рассудок и вскоре исчезла бесследно, но некоторые местные жители говорят, что она покинула страну и вернулась в Германию. В этой же газете на Подемос Байларна описано, что соседи и жители поселения неоднократно пытались снести дом, однако по некоторым причинам, которые власти до сих пор не могут объяснить, каждый, кто пытается снести дом, оказывается через несколько недель в огромном лесу, окружающем здании с сильными травмами. Самое интересное то, что среди фоток в этом особняке можно увидеть Дину Линдберг, над которой нависает тень лорда Блэкхэта на фоне красного затмения солнца. Вокруг него летают страшные лица, и похоже, Дина заключила в этот момент с ним договор. Что еще более интересно, на сайте Крипи Чарли было описано это явление. Про этот блок девушки мы поговорим в следующем видео, так как там есть много всего интересного. Этот блок тоже, кстати, относится к лору злыней. А пока что давайте посмотрим на статью с тем самым красным затмением. Тут говорится о том, что на берегах Суматры в ноябре 1991 года за несколько минут до цунами можно было увидеть затмение, которое покрывало небо темно-красным цветом. Затем во время землетрясения из трещин доносились сотни голосов, как будто что-то вырывалось из адского огня. Извивалось под ним. При красном свете затмения в огромных волнах были четко видны тени или силуэты, и шум, который они описали как крики и голоса, исходящие из ада, был слышен в течение нескольких минут. Существует высокая вероятность того, что красное затмение это никто иной, как Блэкхэт. Благодаря архивам под Эмос Байлар мы можем увидеть видео мрачной маски, о которой мы потом подробно поговорим в разборе второй серии. Видео нам показывают, как мрачная маска заключает сделку с Блэкхэтом, отдавая ему свою душу. Нам показывают изображение, где мы видим маску перед красным затмением и силуэтом самого лорда Блэкхэта. Получается, что каждый раз, когда на небе есть красное затмение, а небо и земля становятся темно-красными, появляется Блэкхэт. Происходят катастрофы, ад распахивает свои двери, и даже призраки выходят на поверхность. И скорее всего, когда мы видим в небе красное затмение, то значит где-то поблизости кто-то заключает сделку с лордом Блэкхэтом. По итогу Дина Линберг осталась одна. Убитая горем, она продолжает хранить дневник мужа. Даже сбоку подписала его на турецком языке. Я люблю тебя. Не найдя покоя, она умирает и становится призраком под именем Мать Полтергейст, злодейкой, который упоминал Флюк еще в стареньких ответах на вопросы. Ее превращение можно увидеть в первой серии. От вспышки на телефоне деменции она сразу же обретает свой каноничный вид, который сейчас нам более известен. Она заключила договор с Блэкхэтом, чтобы он вернул ее мужа с того света. И по итогу его душа вселилась в сам дом. Тем более особняк разговаривает, и у него есть сердце. А вот дворецкий Гордон Лаверн, если вы помните, скончался во время патрулирования лабиринта главного сада особняка. Значит вот этот монстр и есть их дворецкий. Точнее его душа, которая вернулась с того света, чтобы защищать дом их семейства. По итогу ее муж и дворецкий встали на стражу поместья, а детей призраков им поставляет сама смерть. Или Гримм из мультсериала Cartoon Network. Ужасные приключения Билли и Мэнди. Если судить вот по этой картине в их доме. Прикольная получилась отсылочка, ведь именно он привел Эмилию в их детский дом. И Дина очень этому рада. Гримм теперь и тут на детишек впахивает. По итогу Дина осуществила свою мечту. Открыла желанный для нее приют, только не для живых детей, а для неупокоенных душ. Ну а что, тоже неплохо. Особенно учитывая тот факт, как погибли эти дети. На сайте подема с Байлар в этом же файле есть еще вот такие вырезки из статьи. Как раз таки с блога той самой Крипи Чарли. На них мы видим детей из дома матери Полтергейста и рассказ о том, что она в Даркнете купила таинственную коробку, в которой было 11 страшных фотографий и одна кассета. И если смотреть на картины в доме и на фотки, которые приобрела Чарли, то мы поймем, как именно произошла смерть каждого из детей. Первое это Эмилия. Если посмотреть на оригинальный портрет в доме, то мы увидим девочку на стуле, кучу разной обуви и детскую железную дорогу, на которой стоит туфля. А вот на Крипи фотке, которая есть у Чарли, мы увидим, что у Эмилии куда-то пропали ноги. А если вовремя остановить кадр в первом эпизоде, то можно заметить, что под платьем отсутствует половина тела. Следовательно, пояс на картине является причиной смерти Эмилии. Ее разрезала она пополам. И вообще, точно мультик Cartoon Network разбирает. Че-то вообще жесть какая-то пошла. Каспер сгорел, так как возле этого мальчика можно увидеть спички. Мальчика в кепке с вентилятором, похоже, расчленили на кусочки. Он сшит как кукла. Причем, его внешний вид напоминает демона Сэма из старенького фильма ужаса «В кошелек или жизнь». Он появлялся лишь в Хэллоуин и следил за соблюдением всех традиций праздника. А если видел нарушения, то жестоко наказывал этих людей. Вот эта девочка в шляпке. Видите комбайн, из-под которого течет кровь? Я думаю, я не буду объяснять эту жесть. Парню в шляпе из бумаги, похоже, откусила ногу акула. Рядом висит знак «Осторожно, акулы». А часть картины надкусана в том месте, где находится его нога. Возможно, акула даже утащила его на дно, так как он превратился наполовину в рыбу. Ларри, который сейчас вселяется вот в такую куклу, очень похожую на куклу она была из фильма «Заклятие», похоже, переиграл в «Некрономикон». Это такая вымышленная книга-гримуар для вызова потусторонних сил, придуманная американским писателем ужасов Говардом Лавкрафтом. Книга опасна для чтения и может навредить здоровью, что случилось и с Ларри. Причём этот же «Некрономикон» для детей мы можем увидеть в потерянных файлах «Рибофлавина». Он входит в детский набор для злодеев от организации «Блэкхэд». То, что теперь понятно, где Ларри взял эту книгу. А также рядом с Ларри на портрете сидит Билли, кукла, появляющая во всех фильмах ужасов серии «Пила». И кукла Аннабель, в которую он и вселяется в серию. Девочка со змеёй на руке. На крипи-фотке у неё изо рта выползает змея, а из глаза паук. Похоже, что она умерла от змеиного укуса, так как некоторые виды пауков и змей ядовиты. Спящая девочка среди игрушек. Видите эту культовую полосатую кофту и шляпу у неё на стене? А на крипи-картине они пропадают, а у девочки её игрушек выколоты глаза. Похоже, что эту девочку во сне убил Фредди Крюгер. Вымышленный маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж старенького фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Фредди приходил к детям во сне, а девочка, как мы видим, любила поспать. Так что она быстро стала жертвой маньяка. Далее девочка «Красная шапочка». Сложно понять, как имена она умерла, но позади неё на картине можно заметить знакомый силуэт, напоминающий Блэкхэта. На крипи-картине её лицо полностью закрашено чёрным, а на фоне отчётливо видно шляпу. Похоже, в её смерти явно замешан Блэкхэт. Ну или Слендермен в шляпе, лол. Теперь взглянем на портрет грустной девочки с синими волосами. На нём видно, что она сидит на качелях, а позади неё виднеются какие-то железные вышки. Грозу, а рядом с ней предупреждающие знаки. Опасно! Помни о смерти! И впереди плотина. На крипи-картине из неё вытекает чёрная жидкость и даже выходит за рамку. Скорее всего, она погибла из-за разрушения плотины, когда бурный поток воды снёс её, и она просто утонула. Ну и самая странная картина, на которой изображён мальчик из цирка в образе клоуна. На крипи-фотке мы видим, что его улыбка изменилась. Теперь он широко открыл свой рот, начинённый её огромными зубами. И либо с ним что-то случилось в цирке, либо его пеневайз с собой утащил и сожрал заодно. Жесть! Бедные дети. Ну, хоть теперь их души нашли покой в этом стареньком детском приюте. А, и чуть про кассету с магнитофоном не забыли, которую купила Чарли вместе с фотками Детей-Призраков. Вот посмотрите, что она нашла. Детей-Призраков 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 Престанно- calf 극ного Детей-Призраков Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а вот тут на картине вместе с Ларри стоит Регис Гилбин, персонаж из мультсериала Кларенс, ну и к ним в гости заглядывала Марселин, кстати, из «Времени приключений». Такие дела. И раз мы узнали всю предысторию этого дома, разобрались, что здесь делают дети и кто такой дом, лабиринт и мать полтергейст, пора вернуться к самому сериалу. Ведь там есть ещё много всего интересного. Флюк, пожалев детей, придумывает классный план, как остановить бульдозера. Но уже поздно. Бульдозер с лёгкостью минует лабиринт, пройдя тупо сквозь него. Мы видим 505, который пытается изобразить из себя злого медведя. И на зеркале внизу написан код. 48, 45, 4C, 5, 0. Это 16-ти ричная система счисления. И если перевести эти цифры в текст, то получится «Help» или «Помогите». Но вот кто просит помощи, пока не совсем понятно. Будем следить за этими кодами в будущем. Флюк отправляет детей-призраков пугать бульдозера, но ничего не выходит. Он их на изи раскидывает. Даже хэтбот не помогает. Он врывается в дом, и мы видим, как Деменция переговаривается с Флюком по рации. Деменция стоит в коридоре с множеством дверей, где каждая дверь ведёт обратно в коридор. Очень часто смешные сцены с этим коридором использовались в сериале «Скубиду», после чего они обрели популярность и стали появляться и в других мультипликациях, и даже фильмах. Флюк хочет найти Деменцию, и Эмилия его предупреждает. Она говорит, что вот эта дверь ведёт в любое место в доме, но если пропустить нужную, придётся проходить заново через 5401 комнату. Нехилый, однако, у них особнячок такой. Когда Флюк первый раз открывает дверь, он видит силуэт мужчины в темноте, идущего прямо на него. Это отсылка к мексиканскому фильму 1968 года «La Puerta e la Mujer del Carnicero» или «Дверь и жена мясника», который стал первым фильмом ужасов Алана, который он увидел в детстве. Этим он поделился в своём твиттере. Далее за дверью появляется крокодил, и Флюк шутит, похоже, на Деменцию, но не та. Блокэт мучает того самого чувака, который случайно попал в его офис из Новой Редженсии, Бульдозер, отмахивающийся от призрака мальчика, девочка со скрипкой из мультсериала «Кураж, трусливый пёс», за следующей дверью оказываются близняшки Гредди из фильма «Сияние», ну и, наконец, Деменция, которая снова ворует кошелёк Флюка. Мы видим Бульдозера, сидящего на тротуаре возле аэропорта, после того, как его из-за ягодки не пропустили через контроль. На стекле позади него висит листовка с фотографией Альда Мальдонада, и надписью «Вы видели меня?» Похоже, кто-то разыскивает Альда, но про него мы ещё успеем поговорить. 505 приходит на помощь, но Флюк закрывает его прямо возле сердца дома, так как пока что он действительно бесполезен в данной ситуации, но Бульдозер с боем уже прорвался к сердцу дома. Бульдозер в этот момент использует коронную фразу «Воя де Малерло! Я собираюсь разрушить его!» Это отсылка к фразе Ральфа из полнометражного мультфильма «Ральф». В фильме он является злодеем игры «Мастер Феликс-младший». В ней его лесной дом оказывается разрушен, из-за чего разгневанный Ральф кричит «Я собираюсь разрушить его!» И начинает разрушать здание, разбивая окна. Бульдозер хочет разрушить сердце, но не тут-то было. Когда он видит 505, на него нахлынывают воспоминания из его жизни. Как он ещё молодой спасает лесных зверей от бурмашины. Далее мы видим вот такую сцену, как Бульдозер достаёт из вулкана пробку, тем самым предотвращая его извержение. Позади него виднеется городок с красными крышами. Это может быть отсылкой к событиям в Помпеях, когда извержение вулкана Везувия снесло с лица земли несколько городов и тысячи жителей в них. Тем временем Бульдозер даже на арфе гораст поиграть. Но вот когда булк гладит медведя, он кусает его за руку. И тут мы вспоминаем слова Флюга о том, что у него синдром капитана Крюка. И он боится только того, что отняло у него руку. Это был медведь. И вот человек, который ничего не боится, убегает из дома в страхе, увидев милого и безобидного медвежонка 505. Дети-призраки счастливы, Флюг и 505 улетают, забрав контракт о сносе дома с собой. И Флюг понимает, что он был слишком жесток с 505. И он точно был не бесполезен. Но Деменцию-то забыли. А она вместе с Ларри и Эмилией в этот момент играет Вила и Наполию, аналог Монополии. Но вместо стандартных фигурок на поле есть сама Деменция, Флюг и 505. А позади Эмилии на стене висит картина с Фредом, отсылающая к реально существующей картине Эдварда Мунка, Крик. Далее в титрах Бульдозер со страху прибегает в лесной домик, в котором живут три медведя из сериала «Вся правда о медведях», созданный студией Cartoon Network. Вторая серия. Начинается всё с того, что в офис к Блэкхэту приходит таинственная девушка. Она стоит под дождём, а из окна исходит красный луч света. Это отсылка на фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года выпуска. Она будет Флюгой, и он открывает ей дверь, так как Хэтбот-дворецкий проспал и не выполнил свою основную задачу. Флюг говорит, что отправит Хэтбота на курорт. Он имеет в виду курорт Блэкхэта для бесполезных приспешников, созданный для других злодеев, чтобы отправлять туда своих непослушных или ленивых приспешников. Кстати, у Флюга в спальне вообще ничего не изменилось с пилота, только теперь модные тапки в виде самолётов появились. А в коридоре мы можем заметить вот такую жуткую картину, где Флюган ведёт сам лорд Блэкхэт. Это не что иное, как отсылка на знаменитую работу Дзислава Бексинского, который рисовал разные абстрактные картины. Начинается заставка, которая сделана в стиле стареньких фильмов и сериалов. И тут тоже есть небольшая отсылочка. Например, вот тут мы видим, как разыскивается супер-крошка в шляпе и с бородой. Как раз таки в первом сезоне, во второй серии супер-крошек были показаны преступники, которые маскировались под супер-крошек. И тут как раз таки изображён один из них. Далее всё начинает моргать, и если вовремя остановить кадры, то мы увидим каких-то таинственных героев или злодеев. Но о них мы поговорим в конце этого ролика. А пока Флюг проводил девушку к самому лорду Блэкхэту, и мы видим, как черношляп при помощи механического когтя надевает на вот такой небольшой котелок свою каноничную шляпу-цилиндр. Это отсылка к Звёздным Войнам, а именно к эпизоду 5 Империя наносит ответный удар, когда Дарт Вейдер точно так же надевал свой шлем механическим когтём той же формы, да и разворачивается он точно так же, лол. Из-под стола Блэкхэта вылетают призраки, и мы видим Эмилию, которая была ещё в прошлом эпизоде. В этот момент в офис заходит 505 и Деменция, и она начинает ревновать Блэкхэта к этой девушке. 505 держит у себя в руках мягкую игрушку Аксолотля. Это отсылка к ещё одному проекту Алана и Турьеля и его команды, который так и называется Аксо. Это небольшие комиксы, которые выходят в официальном инстаграме проекта и рассказывают про жизнь трёх Аксолотлей – Лоти, Кауи и Камоти. И судя по персонажам, 505 держит в руках мягкую игрушку Кауи. Девушка рассказывает, что её зовут Адалита Геррера, и у неё есть небольшой заказ на рестлера. Его нужно победить и снять с него маску. Флюк в этот момент говорит, что это самая худшая участь для рестлера, и он прав, так как в Мексике существует национальный стиль профессиональной борьбы, который называется Луча Либре. Либре – не просто местная разновидность рестлинга, а элемент мексиканской национальной культуры. Борцы Луча Либре называются Лучадорами, и в их борьбе обязательно присутствуют мотивы вековечной борьбы добра со злом. Один из Лучадоров выступает в образе защитника добра, в то время как его соперник выступает в роли злодея, который по легенде соревнований сотворил некое злодеяние и должен быть побежден, чтобы восторжествовала справедливость. Поскольку в Луча Либре маскам придается большое значение, потеря маски соперникам рассматривается как высшее оскорбление, и иногда может серьезно навредить карьере рестлера, который лишился маски. Кстати, название серии VVV тоже имеет отсылку к уже имеющимся популярным компаниям в рестлинге. В Америке это WWE, а в Мексике это AAA, только в данном случае 3A немного перевернули. Кстати, на лице Аделиты Геррера надета маска в стиле калавера. В переводе с испанского калавера означает «череп». В Мексике он является символом Дня Мертвых, к которому там относятся с большим почетом. По традиции в это время устраивают ярмарки и праздничные шествия, обязательным атрибутом которых является калавера Катрина, скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками. Далее они прилетают на ринг, где уже Эль Храбрый борется с Эль Нахуаль. Это мы могли понять по листовке ранее. Причем Нахуаль или Нагваль – это такой оборотень из мифологии индейцев Центральной Мексики. Часто эти существа изображались в виде животных. А также Нагваля мог называться человек, практикующий магию и способный перевоплощаться в тотемное животное. Так что Эль Храбрый тут с настоящим оборотнем дерется. Он побеждает его и приходит сам Блэк Хэт и рассказывает ему, что он здесь только для того, чтобы наслаждаться шоу. И он отправляет Деменцию на ринг, чтобы она надралась зад этой маски. Ну и наконец-то мы видим рассказчика из потерянных файлов злыдней. Выглядит он вот так. Озвучивать его продолжает Стефан Шойер, один из аниматоров и художников Айя Анимэйшн, который был голосом рассказчика на протяжении всех потерянных файлов злыдней. Он даже Флюга продолжает точно так же троллить, как он это делал, например, в стареньких ответах на вопросы. Лордом Блэк Хэтом, скульптурессы хаоса Деменции, с счастливой случайностью 5.05 и Флюгом. Эль Алибрихи! Я потрясающе! Или как? А в этом углу... Флюг! Ой, я серьезно его ненавижу! Так вот, рассказчик объявляет, что Деменцию на ринге называют Эль Алибрихи. Алибрихи это ярко раскрашенные мексиканские народные игрушки, изображающие фантастических зверей. Раскраска костюма Деменции как раз таки и напоминает эти игрушки. Деменция на Изи побеждает его и снимает маску. Но тут прибегает Адолита и рассказывает, что Эль Храбрый это ее муж Педро, и что он все это время носил на лице паразита, которого называют Мрачная Маска. Он присасывается к лицу человека и завладевает его телом, что и произошло с Деменцией по итогу. Блэкхэт все равно не хочет спускаться и отправляет драться с маской Флюга. Флюг не хочет, но против приказа не пойдешь, так что ему приходится вступить в бой. И раз мы дошли до этого момента, давайте узнаем про Мрачную Маску немного поподробнее. Ну и про Адолиту вместе с Педро не забудем. Все как всегда. Заходим на сайт подемосбайлар, нам интересна вторая вкладка, которая называется Луча, где мы видим целое видео с лором Мрачной Маски и два досье, как на Адолиту Геррера, так и на Эль Храброго или Педро Морено. И давайте начнем с видео. Мы для вас его перевели и озвучили, поэтому погнали смотреть. Согласно легенде, жил-был ацтекский воин, чья сила могла сравниться только с его кровожадностью. Его звали Клауилл Акетль. Его имя внушало страх даже самым свирепым воинам. Ни один противник не осмеливался выйти с ним на бой. Таковым было его желание найти достойного противника. Он осмелился бросить вызов самому Уидзила Почтли. Но бог войны не принял его вызов так просто и наказал его за наглость, превратив тщеславного воина в каменную маску, чтобы он больше никогда не смог владеть оружием. Несмотря на проступок, история Клауилл Акетля еще не закончилась. Много лет спустя после столкновения с богом войны он повстречал другое существо. Никто не знал ни его имени, ни его настоящего лица. Однако это темное существо предложило Клауилл Акетлю еще один шанс. Утолить свою жажду крови в обмен на то, от чего он с легкостью смог отказаться. Его души. Клауилл Акетль превратился в тканевую маску. Возможно, у него больше не было его сильных рук. Но теперь он сможет заполучить самого сильного воина, какого только сможет найти. С тех пор противостояние Клауилл Акетля продолжается. Он овладевает телами все более могущественных воинов. И однажды... ... 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 послушать традиционную мексиканскую музыку. Тут даже аксолотли водятся походу. Ну и Салун Тенампа, традиционная закусочная в Мехико. Тут и Папель Пикадо развешенный, и исполняют тут музыку Мариачи, самый популярный жанр музыки в Мексике. Там Деменция и напилась, что аж решила прокричать вот это. Слава Мексике, бля! Но Флюк вовремя закрыл ей рот. И там и правда есть матерное слово. Она говорит Viva Mexico, Ка. В испанском есть слово Кебронис, что означает ублюдки, или просто ругательство. Привет всем детским мультикам на Cartoon Network. Далее мы видим, как Мрачная Маска пытается просто выбраться из своей колбы, и пристает ко всем приспешникам Блэкхэта. Ну и вот эти ребята в заставке. Мы их для вас скрепили, чтобы картинка была полной. Честно, я не знаю, кто они, и что все это значит. Мы видим мужика и девушку, похожих друг на друга. Двух роботов, мужик в плаще, и кто-то с косой. Эээ, смерть? А также среди этих кадров промелькнул вирус, с которым мы познакомимся в следующем разборе, так как его показали в третьей серии. А внизу подписано для моего фаната номер один, от Виллиан Слэйер 616. Земля 616, например, это название вымышленной вселенной, в которой происходят события основного канона комиксов Марвел. Но все это как-то странно. Возможно, это просто фан-арт от одного из авторов злы дней. Для своего преданного фаната, потому что пока что логических объяснений этому просто нет. Если у вас есть какие-то предположения, то пишите их в комментариях, будет интересно почитать. Третья серия. Начинается все с переговорки сотрудников BHOMAS, которые обсуждают некого злодея по кличке Вирус, который украл важную информацию с их серверов и хочет выложить ее в интернет. BHOMAS это стриминговый сервис различных сериалов в мире злыдней. Например, у них крутят сериал Кот Индюк, который так сильно обожает Флюк. Но об этом мы поговорим чуть позже. Причем BHOMAS явная отсылка на HBO Max, стриминговый сервис, на котором и вышли все новые серии злыдней. Кстати, вот эти две сотрудницы похожи на персонажей Патрисию Фернандес и Марселу Валенсию из латиноамериканского сериала Я, Бетти Дурнушка, который потом у нас экранизировали в Неродись Красивой. Для того, чтобы остановить вируса, компания наняла командира ПИС, Эйрлок, которая после выманивания денег у сотрудника BHO берется за это задание. Тут же на экране можно увидеть двоичный код, и если его перевести в буквы, получается какая-то билиберда. Буакахав. Возможно, код здесь написан неправильно, так как если поменять в некоторых местах нули и единицы, а где-то даже зачеркнуть, то некоторые буквы изменятся, и получится фраза Блэкхэт. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то пишите в комментариях, будет интересно почитать. Но ни сотрудники BHO, ни Эйрлок не знали, что в этот момент вирус за ними уже наблюдает. Появляется рабочий стол компании BHO, видно, что в их системе уже копается вирус. Справа вверху открыто окно с игрой YourCraft, по интерфейсу понятно, что это отсылка на Майнкрафт. Ниже открыто окно Вебфликса, в которой нас отсылают на сериал «Очень странные дела» на Нетфликсе, правда название поменялось, теперь это странный став. Слева камера, по которой вирус наблюдал за Эйрлок и сотрудниками компании. А сверху мы видим серверную папку, в которой лежат еще несколько папок. CST это, скорее всего, отсылка на Computer Simulation Technology, компанию, которая в настоящее время предлагает самый широкий набор программного обеспечения для трехмерного моделирования электромагнитных полей. Записи по хит, коды, контракты, новости CNN, американский телеканал, который владеет Warner Media, как и стримингом HBO Max, так и Cartoon Network тоже. Ну и тут папочка с вайфу имеется, лол. А внизу на панели есть немного модернизированные иконки. Хрома, загрузки, Спотифая, Юркрафта, Стима и Вебфликса. Вирус решает найти информацию про организацию Black Hat в поисковом браузере Локи. Отсылочка на Тор. По сути, такой Даркнет, где можно найти практически все. Ну, Тор, Локи, вы поняли. Ну и начинают появляться разные услуги Блэкхэта. Страховка, стервятник, реклама отеля под названием Бейтс Хотел, а внизу подписано Лучшее путешествие в загробную жизнь. Этот отель прямая отсылка на сериал Мотель Бейтс. В этом триллере здание было точь-в-точь, как на этой картинке. Теперь Мотель Бейтс принадлежит Блэкхэту Лол. Далее мы по всей видимости видим услугу для убийств, так как на экране написано Хитман, приватный сервис. Все мы ведь помним Агента 47-го, правда цветочек тогда непонятно для чего тут изображен. Может быть это намек на один из способов убийств в игре. Также мы тут увидели, что у Пенумбра есть целое приложение, где она продает свои устройства для злодеев. Оружие, гаджеты и так далее. Далее реклама ресторана Молчание и Гнят, а внизу подписано Привозим на дом. Я думаю вы поняли, на какой фильм это отсылка. Ждем Алластера в этом заведении, я думаю ему понравится вся эта каннибальщина. Далее мы к сожалению не поняли, на что отсылочка. Изображен вот такой рисунок и написано Разыскивается. Позвони нам до того, как мы потрепаем тебя. Напишите в комментариях, если у вас есть какие-нибудь догадки. Хэткоины, Зона Зла с какими-то бутыльками, Синий с черепом, Красный со змеей и Фиолетовый с летучей мышью. Бэтмен, Блэкхэт, пока что не совсем понятно. Услуга Тейкин, Кредиты, Инстагрим, Блэкхэт Резорт, про них мы подробно говорили в прошлом разборе. Далее идут некоторые кадры из прошлых выпусков Злые Дни. Пилот, кадры из мини-эпизода Здесь была Деменция, далее Блэкхэт пожимает руку злодею, это было в мини-эпизоде Годовщина 2018 года. Далее Десятые потерянные файлы, Тайная команда нашего двора, также тут засветились кадры из мини-эпизода Мерзкий цветок и опять кадры из Годовщины 2018. Ну и слоган организации Блэкхэт, Зло это наш бизнес, а бизнес это хорошо. Далее нам показывают заставку Биэчо Масс и вслед за ней заставку третьего эпизода Злые Дни. В ней можно увидеть код и схематическое изображение тюрьмы, но о них мы поговорим в конце ролика. А пока по местью Блэкхэта подбегает енот, это отсылка на Ригби из обычного мультика. Как только он залезает на забор, его расщепляет вот такая охранная шляпа с пушкой. Но что еще более интересно, в стареньком мини-эпизоде Злые Дни под названием Плохая Безопасность, Блэкхэт при помощи своих сил убивал вот такую синюю птичку, которая тоже села на забор. Это отсылка на Мордекая из этого же мультика. Так что покойтесь с миром, Мордекай Ригби. Оказывается, это флюк выполняет свой утренний распорядок дел, поэтому проверка системы охраны периметра закончена. На одном из надгробий в этой сцене написано «Анда де Паранда» или «Он тусуется». В Мексике есть популярная фраза «Я не умер, я тусовался». Шутка получилась зачетная, чувак и правда походу дотусовался. На дальнем надгробии написано «Его звали». Но как? Мы никогда не узнаем. А слева покойся с миром, а внизу торчит рука, на которой сидит мертвая птица. Сразу же назревает вопрос, почему это мини-кладбище находится на территории поместья шляпы и кто тут похоронен. Пока что все это остается загадкой. Далее флюк проверяет в пилоте он уже приходил к нему на проверку. И моя теория о том, что кактус это 1.4.1 не подтвердилась. Оказывается, это вот такой огромный монстр в колбе. Он похож на Барбатоса, правителя темной мультивселенной, который предпринял попытку захватить обычную мультивселенную Бэтмена. Лиге справедливости, героям и даже злодеям пришлось сплотиться против него, чтобы спасти свой мир. Все эти события происходили в комиксах DC под названием Dark Knight Metal. Но при этом, в четвертой серии, когда мелькает заставка, можно увидеть вот такое существо. Мы уже его для вас собрали из маленьких отрывков. Здесь изображен огромный бесформенный монстр. Его руки это ветви дерева. Из его головы торчат столбы дерева с зубами. У него и щупальца, и огромные блестящие глаза. Возможно, это и есть эксперимент 1.4.1. Злобное страшное существо. Еще одно великое творение Флюга для лорда Блэкхэта, который он сделал еще до 5.05. Но пока что остается лишь гадать, для каких целей предназначен этот эксперимент. Тем более, он действительно важен для Флюга. Раз он каждое утро к нему наведывается. И блин, ему так грустно становится, когда Флюг уходит. Просто милота. Далее Флюг проверил, поймали ли деменцию. И черт, как же ее трудно остановить. Далее нам показали смертельную дрель, и у них в коридоре стоят настоящие живые доспехи. Ну и Флюг успевает в это время еще и улики сжигать. Тут можно заметить документы с надписью «Секретно». Б-03. Проект Онирос. Пока что неизвестно, что это значит. Выше на коробке виднеется буква М и перчатка. Это отсылка на мультсериал «Лаборатория Декстера» и на персонажа, которого зовут Обезьяна. Rest in peace, макакичу. Флюг заканчивает свои дела и грядет время завтрака. Он хочет посмотреть концовку своего любимого шоу, но включив телевизор, он натыкается на канал, где транслирует выпуск новостей с Голдхартом, который рассказывает про Санбласта и о последних событиях Ватрена. Но переключив канал, он видит рекламу последнего эпизода «Кода Индюк». Испугавшись спойлеров, Флюг выключает телек, и тут же появляется вирус. Но только он успевает представиться, как Блэкхэт материализует их к себе в офис. Тут, кстати, стоит блендер-уничтожитель X, которым Флюг измельчал кристаллы в потерянных файлах вселенной Стивена, а рядом с ним банка с изображением кристалла. Похоже, они из этого порошка Джем сделали, лол. Также на холодильнике висят рисунки 505. Тут есть и Деменция, и Флюг, и Блэкхэт, который изображен на фоне красного затмения. О нем мы говорили в первом разборе, а на фартуке 505 написано «Обнимите шефа». Также тут есть хлопья Сахарны, которые появлялись в потерянных файлах Бентена, молоко с изображением коровы из мультсериала Cartoon Network «Коровка и петушок». А Деменция тут употребляет космически страшные хлопья Азатота. Это отсылает нас на произведение Говарда Лавкрафта, ведь именно там Азатот был описан как самый могущественный и верховный бог, и символ первозданного хаоса. Кстати, позади хлопьев есть мини-игра «Найди путь к Некрономикону», что тоже отсылает нас на работы Лавкрафта, ведь именно он придумал этот зловещий гримуар. Вирус рассказывает, что ему нужна защита от героя по имени Эйрлок, и мы видим на экране Блэкхэта ее описание. Тут говорится, что ее зовут Аманда Хэмилтон Уивер, кодовое имя Эйрлок, ранг – командир, отдел космические силы ПИС, статус – действующая, ну и серийный номер указан. Ее полное имя – это отсылка сразу на двух актрис, Линды Хэмилтон, которая сыграла Сару Коннор в фильме «Терминатор», и Сигур Ньюивер, главную героиню Элен Рипли из фильма «Чужой». А дизайн костюма Эйрлок – силовая броня с лазерной пушкой вместо одной руки. Это отсылка на главную героиню серии игры «Метроид» – Самус Аарн. Кстати, мы теперь увидели другую часть офиса Блэкхэта. Тут есть золотое яблоко на постаменте, и картина Блэкхэта на фоне красного затмения. Тут же Блэкхэт телепортирует их на спутник, и мы узнаем, во-первых, что у Флюка радикулит, а во-вторых, что на этом спутнике хранится вся память вируса, и что Эйрлок уже очень близко. Кстати, тут на столе стоит птичка, которая постоянно пьет из стакана. Это отсылка на настоящую игрушку «Пьющая птичка», которая была использована в разных фильмах и сериалах. Самый основной пример – это фильм «Чужой», где она стояла и пила воду на обеденном столе команды Настрома. Ну и отсылки на «Чужого» не заканчиваются. На «Огнетушителе» изображен лицехват. И еще, когда Деменция кричит Блэкхэту, мы можем увидеть газету в его руках. Слева написано «Пророчество о конце света», а внизу картинка со шляпой среди облаков. А справа написано «Красное затмение» и его изображение. Блэкхэт, хватит пугать людей и появляться везде, вон уже что тебе пишут. Тут же начинается тревога, и Деменция убегает в вентиляцию. А Флюк говорит, что, скорее всего, по телевизору началось жуткое детское шоу. Как раз-таки Блэкхэт его уже смотрит, и это шоу «Крошки-малышки». Это отсылка на «Телепузиков». Британский детский сериал производства BBC. Он вмешивается в вещание, и местное солнышко сжигает телепузиков. А дальше показан типичный мексиканский сериал, в который тоже вмешивается Блэкхэт и соединяет коня и мужика вместе, так как девушка не могла определиться, с кем она хочет быть. В конце она поднимает розу, и это отсылка на мексиканский драматический ситком «Роза Гваделупе». В нем, в центре сюжета, каждой серии, есть какой-то социальный конфликт, который затрагивает главных героев. И когда человек молится перед статуэткой девы Гваделупской, чтобы призвать ее помощь в решении этой проблемы, в доме героя появляется белая роза. А когда герой осознает свою ошибку, белая роза исчезает. В нашем случае был конфликт, где девушка не могла выбрать между мужчиной и конем. Она попросила решение проблемы, и Блэкхэт помог. Но раз она радуется тому, что мужчина и конь теперь соединены вместе, и она теперь может быть с ними одновременно, появилась черная роза вместо белой, символизирующая явно неблагие помыслы. В отличие от того, как это было в оригинальном шоу. И там белая роза символизировала чистоту в разрешении конфликта. Такие дела. Тут же врывается Эйрлок и подходит к пульту управления. Но Деменция не дремлет. Она свисает позади нее точно так же, как это делал Ксеномор в первом фильме Чужой. Тут написано, не бить по кнопкам, иначе произойдет сбой системы. И чтобы вы могли подумать, Эйрлок со всей силы по ним ударяет. Эйрлок убегает из комнаты и запирает в ней Деменцию. И опять происходит отсылка на Чужого. Только теперь уже на четвертый фильм, когда Ксеномор в точно так же, как и Деменция, ударялся по стеклу из клетки, в которой он сидел. Оказывается, вирус все это время хотел украсть последнюю серию Кода Индюк, которую так сильно хотел посмотреть Флюк. Врывается Эйрлок, но серия уже скопирована на флешку Флюка в виде самолета, и они убегают. И давайте теперь поподробнее узнаем про вируса, и кто он такой на самом деле. Все как всегда. Заходим на сайт подема с Байлар, нам интересна вкладка «Спутник», которая относится к третьей серии. Мы видим множество записей от одного из ученых, фотографию каких-то людей, на фоне которых изображен вирус, какие-то письма и черный экран телефона. Если его высветлить, мы можем увидеть там вируса. Мы видим первую запись по проекту, пишет доктор Оливер Андерсон, руководитель проекта разработки искусственного интеллекта, подразделения ПИС, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Он сообщает, что при работе с образцом доктора Адлера, код оказался намного сложнее, чем он ожидал. Поэтому он подал запрос «Тут замазано куда?», чтобы он мог передать работу команде экспертов по программированию и искусственному интеллекту. А он сосредоточится на основных системах. Команда собралась и уже ведет переговоры. Доктор Оливер считает, что проект контроля скоро выйдет в свет. И даже если это займет больше времени, чем ожидалось, это будет настоящий прорыв в технологическом развитии. Далее в следующей записи он пишет, что вся команда собрана. Разработка проекта контроля вернулась в прежнее русло. И, возможно, даже движется быстрее, чем планировалось изначально. Команда работает над четырьмя различными отделами разработки, которые будут соответствовать проекту контроля. Например, над обучением и распознаванием образов трудятся доктор Сара Мэйфлауэр и доктор Манфред Саммерс. Доктор Джонас Захария, и он сам, заняты решением задач. Симуляцией сознания занялись доктор Эдвард Армстронг и доктор Мария Миллс. Ну и он сам отдельно отвечает за нравственность. Далее он пишет, что первые семь тестов стали жалкими провалами. Несмотря на это, и учитывая множество подходов, которые еще предстоит изучить, команда по-прежнему настроена оптимистично. Но тесты все равно не дают должный результат. Поэтому доктор Оливер пишет, что тесты с 12 по 15 были признаны неудачными, и команда больше не настроена оптимистично. Но на 21 все получилось. Он пишет, что 21 – счастливое число. Контроль проверил все поля, и теперь является полностью функциональным искусственным интеллектом, способным выполнять сложные задачи, распознавать шаблоны, и непрерывно учиться. Далее он пишет, что не зарегистрировал незначительные сбои в работе ИИ из-за успеха проекта. Его сильно воодушевляет то, что контроль помогает создавать код, который, если расчеты команды верны, ускорит собственные процессы обучения в 10 раз. Он даже успел побеседовать с ним, от чего ИИ узнал об истории, технологиях и даже искусстве. Доктор Оливер пишет, что это было страшно, но точно таким же был первый полет братьев Райт. Он ссылается на братьев Райт не просто так. Эти ребята в начале 20 века сконструировали и построили первый в мире самолет, способный летать, а также совершили первый управляемый полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Было страшно, но ребята сделали это, как и доктор Оливер, который испытал страх при разговоре с искусственным интеллектом собственной разработки. Но постепенно страхи Оливера начали воплощаться в реальность. Сперва контроль начал прочесывать весь интернет, в попытке узнать все, что только можно знать. Доктор Оливер пишет, что никто из членов команды не помнит, чтобы писали какие-либо команды для этого. Возможно, кто-то забыл, даже, возможно, он сам, так как в последнее время очень сильно уставал от тяжелой работы. Доктор Оливер не придал этому сильного значения и... Ой, как зря. По итогу контроль стал бесконтрольным каламбур и переименовал себя в вирус. Это очень сильно напугало доктора. Он пишет, что несколько строк кода, которые он специально написал, чтобы ИИ не оспаривал действия его создателей, были удалены. И логи показывают, что ни один из нынешних или бывших участников команды не внес изменений. Это может означать только то, что система переписала сама себя. Он отправляет запрос тем людям, у которых он изначально просил помощи с кодом, чтобы остановить проект, если это возможно уничтожить сущность, прежде чем она станет опасной. Но уже слишком поздно. Доктор Оливер пишет, что файлы непонятным образом стали доступны широкой общественности. Засекреченные файлы пис. Такой материал может развязать войн. Это было бы страшно само по себе, но услышав, как контроль угрожает утечкой информации, если мы попытаемся отключить его, я на самом деле боюсь за будущее этого мира. Что мы создали? Что мы наделали? В следующем логе нет номера, а пишет это уже вирус. Спасибо за вашу помощь. Доктор Оливер Андерсон, доктор Сара Мэйфлауэр, доктор Манфред Саммерс, доктор Эдвард Армстронг и доктор Мария Миллс. С этого момента я сам по себе вирус. Теперь-то стало понятно, кто эти пять человек с фотографией. Они создали искусственный интеллект, который самостоятельно обучился и взял контроль в свои руки. Теперь это вирус. Но и это еще не все. Сейчас у вас просто взорвется мозг. Мы видим письмо от доктора Сары Мэйфлауэр, которая работала на ДИ. Серпент Хэду, председателю ПИС. Уважаемый председатель, я пишу снова, чтобы выразить свою озабоченность состоянием здоровья психического и иного доктора Оливера Андерсона. Его одержимость проектом контроля стала доставлять беспокойство, как и его все более тревожная зависимость от алкоголя. Я полагаю, что он пытается заглушить свою вину за разработку ИИ. Он не готов работать над этим проектом, не говоря уже о том, чтобы руководить им. На самом деле, я бы даже предложила его принудительно уволить из ПИС, прежде чем он навредит себе или, что еще хуже, организации. Я готова проконсультировать вас по вашему запросу. Спасибо, что уделили мне время, председатель. Золото будет вашим сердцем. Доктор Сара Мэйфлауэр. Мы видим, что Сара хочет убрать Оливера из проекта, из-за его пристрастия к алкоголю. Но и это не самое интересное. Она говорит ему, золото будет вашим сердцем. Или если по-английски, Gold be your heart. Gold. Hard. Она зашифровала его имя в этой строчке. Если это так, получается, что Gold Heart самый главный в организации ПИС. Причем дальше есть еще одно интересное письмо. А точнее, часть письма от Кельвина Вилларда из Beach Omas. Он пишет, уважаемый председатель, и все, кто мог бы оказать помощь. Я думаю, это как раз таки связано с запросом о помощи с вирусом. Ведь вот этот мужик в начале серии говорит о Ирлок, что не понимает, почему Фалькион отправил героя, который стоит просто так и не выполняет своих обязанностей. Причем не так давно Аллен Этуриель писал, что она командир организации ПИС. Но ее на это задание послал некий Фалькион. Значит, есть кто-то, кто явно главнее этой женщины. И это тот самый Фалькион. И если смотреть на это письмо, председатель ПИС это Gold Heart. Не зря же Сара Мэйфлауэр специально зашифровал его имя. Значит, главой организации ПИС является Gold Heart, у которого настоящее имя. Фалькион. Причем, что еще интересно, Блэкхэт, когда говорит про Мисс Хит в пятой серии, он упоминает, что она член жалкого клуба героев. А после у Флюга сразу же всплывают воспоминания о Gold Heart. Значит, Gold Heart и правда самый главный в организации ПИС. Но о нем мы еще обязательно поговорим в будущих разборах. Также в этой же вкладке на под МС Байлар есть вот такое письмо. Если кратко, то Келвин Уиллард, исполнительный продюсер BHO Network, про которого я говорил выше, пишет автором кода Индюк о закрытии проекта на шестом сезоне. В основном он пишет, что с ребятами стало очень трудно работать после многочисленных публичных срывов и недавней утечки конфиденциальной информации. Также он торопит их со съемкой последнего шестого сезона шоу, иначе все закончится финалом пятого. Такие дела. Далее становится известно, что Эйрлок принимала участие в Сурбатской войне и сидела в тюрьме Буни Вьет. Девушки-злодейки, которые мы могли ранее видеть в потерянных файлах тайной команды нашего двора. И во второй серии тоже. Так что у этой межпланетной захватчицы какая-то тюрьма есть. Эйрлок психует и говорит, что даже на войне было не так жестко, как драться с этими тремя. И делает дыру в обшивке спутника и всех начинает засасывать прямо в открытый космос. Но деменцию так просто не возьмешь. Она спокойно стоит, а из ее волос вылетают разные предметы и оружие, которыми она обычно пользуется. Из примечательного тут есть фотография Блэкхэта в рамочке и ее игрушка, на которой она, похоже, практикует французский поцелуй. По итогу ребята хватают Эйрлок и не хотят отпускать ее в открытый космос. Но она выбирает его вместо нашей компашки. Флюк замазывает дыру в обшивке оторванной рукой Эйрлок и вирус говорит, что подкинет их домой, так как Флюк торопится посмотреть финал Кода Индюк. Он разбивает спутник прямо на острове Шляпы и как только Флюк хочет посмотреть финал своего любимого шоу, появляется вирус и сполерит ему весь сюжет. Оказывается, он договорился с Блэкхэтом, что оплатит его услугу именно таким образом. А Эйрлок по итогу сжирает монстр, которому Блэкхэт ранее уже скормил Антипопса или Малу Макрануса в потерянных файлах обычного мультика. Ну и код в заставке. На первом скрине есть одна важная строчка, это под МС Байлар расшифрован. То есть вирус еще и успел на наш известный сайт залезть. Далее, похоже, вируса система смогла определить. Тут есть строчка «Неизвестное существо замечено». Ну и вирус попытался найти доктора Кеннинг Флюкслеса и деменцию, но запись о них в протоколе изменяется каждые 15 секунд. Поэтому он написал «Ха, умно!» Так что у Флюка стоит неплохая защита от всяких хакеров, что даже искусственный интеллект не смог их взломать. Ну а также на секунду тут появляется схематическое изображение тюрьмы Миктлан. А Миктлан – это загробный мир в мифологии ацтеков, который делился на 9 кругов. Умершему нужно было пройти несколько испытаний, и только тогда он попадал к правителю царства мертвых Миктлан Текутли, который отводил человека вместо в одной из 9 преисподних. У него даже свой собственный сектор есть, которым он по всей видимости управляет. Также у них есть две вертолетные площадки А и Б, башня Шалотля, а Шалотль – это ацтекский бог грозы и смерти, который, кстати, в Миктлане или царстве мертвых сопровождал умерших. Также тут есть сектор Миктлан Сиуатль, а это жена владыки загробного мира, 9-й преисподний Миктлана. Также у тюрьмы есть противовоздушная защита, удерживающий купол и зона с камерами, где по всей видимости и держат заключенных. А сверху находится вход. Как вся эта ацтекская мифология связана с этой тюрьмой непонятно. Возможно, такие же пытки, как в Миктлане испытывают люди, попавшие в эту тюрьму. Главные здесь это местные правители царства мертвых. Миктлант Текутли и его жена Миктлант Сиуатль, а сопровождает заключенных здесь местный Шалотль, который является надзирателем этой тюрьмы. Также тут есть фраза «Пусть твоя душа будет пищей для богов, а твое тело пищей для крыс». В древние времена майя и ацтеки вместе с другими племенами обычно отдавали душу и тело человека в жертву богам, а останки бросали животным. Процветание и счастье со всех сторон. Возможно, эта тюрьма создана организацией ПИС для того, чтобы сдерживать самых опасных и могущественных злодеев. Но сможет ли она сдержать лорда Блэкхета? Это уже другой вопрос. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Серия начинается с того, что Джей Ло из организации ПИС сдерживает людей на улице своими эластичными руками. Скорее всего, ее образы и способности были вдохновлены мистером Фантастиком, супергероем вселенной Марвел из Фантастической четверки. У него была точно такая же способность эластичности. Приходит Бицепс и Джей Ло рассказывает ему, что где-то поблизости был обнаружен мужик с пакетом на голове из организации Блэкхет. Причем Бицепс уточняет, надеюсь это не сам Блэкхет. И как только узнает, что это не он, сразу отправляется в бой. Уже все похожие осведомлены про Черношляпу и его команду. В толпе мы можем разглядеть Джонни Браво из одноименного мультфильма и Диего Валенсуэла, сценариста злыдней. А из магазинов здесь есть Мелфс, Прачечная Ландромат и Кэнди Лэнд. Эти места находятся в городе Cartoon Network. Это вымышленное место, где встречаются персонажи из разных мультов студии. Так что неудивительно, что мы здесь увидели Джонни Браво на улице. Вон в небольшой рекламе он стирал свои вещи в этой же прачечной вместе с Самураем Джеком и Цветиком. Также тут есть зал игровых автоматов Total Zone из Бентена и кофешоп, кофейня из обычного мультика. Бицепс врывается в здание, но тут же мы понимаем, что это явно не флюк. Огромный качок избивает его и мы видим заставку злыдней. В ней мелькает вот этот монстр, про которого я уже рассказывал в прошлом разборе третьей серии. Ну и поехали! Привет, Джо-Джо-референсы! Ведь все мы этого так сильно ждали. Yes, 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 yes. Тут изображены иероглифы, обозначающие угрожающую опасную ситуацию, которые были как в манге, так и в аниме тоже. Флюк звонит какой-то злодей и поздравляет его с победой над бицепсом, но они этого не делали, поэтому Флюк решает посмотреть последние события в новостных сводках и после всего увиденного он приходит к выводу, что кто-то пытается выдать себя за них. Тут есть реклама с Блэкхэтом, присоединяйтесь к нам и большое количество фотографий поверженных к очков героев. Также тут есть кусочек из интервью уже избитого бицепса. Тут, например, есть микрофон карту Нетворка, лол. А также здесь мы можем заметить целую страницу из местной газеты, где написано, что в последнее время был замечен рост злодейской деятельности и что все это начало происходить после того, как исчез санбласт. Помощники героев страдают без своих наставников, что и случилось с Джейло, бывшим партнером бицепса, которая была вынуждена искать нового наставника с тех пор, как бицепс стал нетрудоспособным. Некие семь дворян предложили свои варианты решения этой проблемы, но ни одна из них не была одобрена самим Голдхартом. Поскольку нынешнее предложение угрожает безопасности невинных жителей, а Голдхарт не готов идти на риск. Из побежденных героев тут можно заметить Ван Халлена и Кранка, из Лиги Друзей Супергероев, которых можно было заметить в лаборатории Декстера и в Суперкрошках тоже. Причем, что интересно, если зайти на Подемос Байлар и нажать на вкладку Протеин, то мы можем заметить фотографии этих же качков, как у Флюга на экране, кроме вот этих двух. Но чуть позже нам их тоже покажут, когда наша троица отправится в пустыню в логово Блэк Хота. Из примечательного тут есть еще одна газетная статья, где тоже описаны случаи избиения множества героев. Например, Венити, Бицепс, Джейн Джангл и Барбариус. У всех из них был найден странный символ в виде черной шляпы на их телах. Эксперты считают, что это как предупреждающий знак для героев, а департамент полиции города Джорджа нашел еще кое-что общее между всеми этими жертвами. Все герои физически сильные люди или бодибилдеры. Характерные признаки действий нападавших ходят сгибания конечностей, шипы кактусов, обнаруженные на коже жертв. Подозреваемых пока нет, но считается, что это могла быть группа мускулистых чоперов-дикобразов. Группа дикобразов, которые соответствуют изученному профилю злодеев, находятся под следствием. Я и Лига продолжаем изучать эти подозрительные и вызывающие глубокое сожаление действия. Будьте уверены, что преступникам это не сойдет с рук. Это обещание вашего друга Голдхарта. Заверил сам Голдхарт на встрече с прессой. Вот в принципе и все, что было по 4 серии на Подемосе. Кстати, тут, если хорошо присмотреться, можно заметить, как деменция отправляет бумажные самолетики, которые без труда втыкаются в задницу 505. Ну и медведь тут рисует всякие рисуночки. Самый интересный тут вот этот Страшный Дядя, Забавный Дядя и Сильный Дядя, что отсылает нас на мини-эпизод Восприятия Зла, где Флюк презентует устройство, которое может создать самую злобную вещь из вашего разума. Сперва он создает сэндвич, сэндвич и зло, потом Блэк Хэт создает копию себя, ведь нет ничего более злобного, чем он сам. Но тут приходит 505 и тоже нажимает на кнопку. Тут же появляется монстрический Блэк Хэт. Из ответов на вопросы мы узнали, что сейчас он заперт в подвале, а монстрический в свою очередь создает себе Эрла, маленького и забавного Блэк Хэта, которого украла Деменция и это еще не все. Приходит Деменция и создает себе мускулистого Блэк Хэта. Флюк потом расскажет, что он сбежал. В этой серии Блэк Хот и есть тот качок, которого создала Деменция еще в первом мини-эпизоде, который вышел еще в далеком 2017 году. Такие дела. Тут Деменция и есть хлопья с синим котом на упаковке. Мы пока что не поняли, на что отсылка. Напишите в комментариях, если вы узнали. А молоко Альбура со слом на упаковке это отсылка на настоящую компанию по производству молочных продуктов в Мексике. Альпура с изображением коровки. А сбоку упаковки изображен чувак в подтяжках и надписью разыскивается. Блэк Хэт этого мужика еще в первом эпизоде в его же телефон засунул. Причем такие стратегии розыска и правда существовали в США. В 80-е на упаковках с молоком печатали фотографии пропавших детей и иногда это даже помогало. На планшете Флюга изображен бицепс. Его настоящее имя Конор Стабило. Конор это скорее всего отсылка к Конору Макгрегору бойцу UFC. А Стабило это отсылает нас к Сильвестру Сталлоне. Сам Алан Этурель говорил в твиттере, что вдохновлялся персонажами Сталлоне из его фильмов при создании бицепса. А Стабило это мексиканская шутка. Фамилии Сталлоне мексиканцы видят Таллоне, что переводится на наш язык как пятка. А Стабило созвучно со Сталлоне. Только Табило переводится как Лодыжка. Короче, ребята сделали из его фамилии разные части ноги и угорают с этого. А внизу написано Никогда не сдается. Любит своих черепашек и очень старается. Черепашки очередная отсылка на Сталлоне. Дело все в том, что после съемок в Рокке Сильвестер забрал домой двух черепашек Афа и Линка, которых его герой купил в первом фильме. Сейчас черепашкам уже по 47 лет и они до сих пор живут у Сильвестра дома. Кстати, в Колбине заднем плане мы можем заметить злую Брокколи, что отсылает нас к мульту Супер Крошки, в котором эти злодеи инопланетяне похожи на Брокколи пытались захватить Таунсвиль. Тут же Блэк Ход отправляет нашей команде два письма довольно-таки интересным способом, приклеив их на гантели и забросив прямо сквозь стену. Бедный 505. Блэк Ход пишет, что вызывает их на дуэль в свои покои, так как именно он похитил их личности и хочет украсть еще и их жизнь. Кстати, предприятие Блэк Хода называется Флюк говорит, что надо слетать и узнать, что все это значит. А также упоминает, что у них есть еще немного времени, пока Блэк Ход не вернулся с обеда. Оказывается, Блэк Ход питается щенками. И в этом кадре просто громадное количество отсылок. Во-первых, на заднем плане виднеется игрушка. Это пушок Лампкин, злодей из Супер Крошек. Собачка, обляпанная грязью, это отсылка на Далматинца без пятен Диковинку из фильма 102 Далматинца. Она там тоже в краске валялась, чтобы у нее были хоть какие-то пятна. Девочка на заднем фоне очень похожа на героиню серии книг про мумитролей Малышку Мю. Снэк, это мемное название змеи. Игрушка Синий Ёжик, это Соник. Потрепанная морковка игрушка, возможно, из Вольта. Когда Пенни забирала его из зоомагазина, Вольт как раз таки и играл с похожей морковкой. Акса Лутель, это опять отсылка на проект Аллана и Туреля Акса, и это Кауи. Чарли, 1976 года выпуска. Они все вместе усаживаются в управляемую шляпу и летят прямиком в логово Блэкхота. Тут 5.05 пьет сок Дуинг, отсылка на мексиканский напиток Боинг. Флюк говорит, что хэтвокаты еще не закончили с последними обвинениями в плагиате, особенно после того, как теперь появились их двойники. Нам показывают хэтвокатов, и один из них наставляет руку на двойников организации Блэкхэт точно так же, как это делал в суде Феникс Райт из серии компьютерных игр в жанре квеста Ace Attorney. А справа мы можем увидеть их адвоката Харви Бёрдмана из одноименного мультсериала на карту Network. Он там тоже разным мультяшкам помогал в суде. Ну и панчлайн. Оказывается, хэтвокаты разбираются вот с этими четырьмя, которые очень сильно похожи на Флюга Блэкхэта Деменцию 5.05. Местный Флюг здесь это кассир с мешком на голове, сотрудник супермаркета злодеев в мультсериале Тайная команда нашего двора. Блэкхэт это Наргал, главный антагонист мультсериала Ужасные приключения Билли и Мэнди. Он заклятый враг грима Билли и Мэнди. Деменция здесь это Фрэнки Фостер, старшая уборщица в мультсериале Дом друзей Фостера. А 5.05 это дружелюбное существо из Самурая Джека. Корабль приземляется в пустыне и наше трио находит по месте Блэкхота. Задя внутрь, первым делом они обнаруживают доктора Флекса, который очень сильно похож на Флюга. Доленцию, местную перекачанную Деменцию и Кактус 606. Вот где он был все это время. Этот эксперимент Флюга тусил с Блэкхотом и его командой. Тут же появляется Блэкхот и Флюг говорит ему, что он должен быть в лаборатории с мелким и монстром. И тут нам показывают предысторию Блэкхота. Он сбежал из поместья, проделав дыру в стене и начал принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу, высосывая жизненные силы из соперников и судей только лишь одной где Масл Мэн тоже победил своих соперников в соревнованиях по бодибилдингу одним движением. Конкурсанты и судья также нарисованы в стиле мульта. Далее нас переносят в спортзал Джонни Браво. Мы видим снова Диего Валенсуэла, сценариста злыдней и очередную рекламу духов Суи Муа от Мисс Хит. Ну и перечеркнутый плакат соседом Джонни Браво Карлом Храниствиксом. Сейчас их дружба распалась, поэтому и в зал Джонни ему вход воспрещен. Далее мы видим, как Блэк Хот качает свои мышцы, поднимая беговую дорожку, на которой занимается человек, похожий на Абеликс из комиксов, фильмов и мультов о знаменитых галах Астериксе и Абеликсе. Как сообщает Эми Гуэлен, главный художник в студии Алана, во время разработки дизайна персонажей в спортзале, отец сообщил ей печальную новость о том, что Альберу Дерзо, иллюстратор и соавтор комикса Астерикс, скончался, и поэтому она решила включить эту отсылку в шоу. Далее какой-то хилый пацан троллит Блэк Хота, типа ты можешь поднять только это, и Блэк Хот долго не думая закидывает весь спортзал прямиком к солнцу. Также тут на улице мы можем увидеть снова магазин Ксо Ксо. Это мексиканская сеть круглосуточных магазинов Окс Ксо. Ну и Блэк Хот по итогу показывает, как построил свою мускулистую и сексуальную организацию, выдолбив собственноручно поместье в камне. Флюк стреляет в него из лазера, но луч отскакивает от него, и тут же Блэк Хот удаляется покрывать свое тело лосьоном, приказав своим подчиненным разобраться с их оригиналами. Начинается долгая драчка, и когда Флекс бежит, чтобы избить Флюка, Флюк говорит Деменции, я выбираю тебя. Это отсылка к аниме Покемон, где главный герой Эшки Чум говорит то же самое, когда вызывает Покемона на битву. По итогу они со всеми справляются. Флекс взрывается от ярости, и у него сдуваются все мышцы. Причем, когда он дерется с Деменцией, она говорит ему, ты слишком медленный, что отсылает нас на знаменитую насмешку Соника из серии игр Ёж Соник. Деленцию вырубает 5.05, так как у неё аллергия на цветы. 5.05 тут, кстати, укрывает её одеялом с тигром. Это мексиканский мем. Фабрику Сан Маркос по производству этих одеял закрыли ещё в 2004 году, но пользователи твиттера вспомнили о них, и теперь укрывают разных персонажей мультфильмов и сериалов этим одеялом с тигром. Так что мема с одеялом вышла с под контролем. Кстати, у Деленции тоже есть игрушка, только не как у Деменции с Блэкхэтом, а с накачанным Блэкхотом. Далее они все вместе поднимаются к Блэкхоту, и мы снова видим Джо-Жо референс. Когда Блэкхот идёт к ним, а вокруг него появляется огненная аура. Это отсылка на оригинальный кадр из манги, где Дио идёт навстречу Джотара Куджо из 256-й главы манги «Невероятные приключения Джо-Джо», которое называется «Мир Дио». Причём название эпизода тоже отсылка на оригинальное название манги, только тут не «Невероятные приключения Джо-Джо», а «Невероятные злоключения БХА» или Блэкхота. Их всех ловит в клетку 606, и Блэкхот рассказывает, что он хотел одобрения Блэкхета, поэтому он решил сверкать мышцами перед ним, но Черношляп не оценил, поэтому это сломало его. Но он надеется, что именно сейчас Блэкхет оценит его старания и признает, что он действительно крут. Тут мы можем увидеть отсылку на картину сотворения Адама Микеланджело. На ней Бог с ангелами протягивает правую руку навстречу руке Адама, как это делает Блэкхет навстречу Блэкхоту в его представлении. Тем более в образе Адама Микеланджело воспевает силу и красоту человеческого тела, что так сильно хочет Блэкхот от Блэкхета. Но, увы, Флюк говорит, что Блэкхету плевать на него, и он даже не знает, что они здесь, и что ближайший к противнику, который у него был, это планшет, который Флюк подарил ему на Рождество. Блэкхет явно не шарит за новые технологии. Причем в этой сцене Блэкхот отправляет свою гантель упрямиком в стену здания, а потом она прилетает с обратной стороны с разными наклейками со всего мира. Вот это наклейка с острова Пасхи. На ней изображена та самая мемная статуя, каменное лицо. Наклейка из Бразилии, Франции, Эфелева башня. Наклейка с Кауи из Акса. Япония, гора Фудзияма. Нью-Йорк, Эмпайр-стейт-билдинг. Китай, Панда. Италия, Пизанская башня. Египет, Канада, Невада, Зона 51. Остальные наклейки мы не поняли откуда. Они в слишком плохом качестве и разобрать практически невозможно. Если у вас есть какие-нибудь предположения, напишите в комментариях. Но Блэк Хоту плевать. Он говорит, что это еще не конец. Он будет работать усерднее и что они еще увидят Адониса. Выпрыгивает из здания и уплывает по песку в закат. Причем буквально. Адонис это герой греческой мифологии, возлюбленный самой Афродиты. Никто, ни смертный, ни даже боги не могли сравниться с его красотой. Вот почему в него влюбилась сама богиня любви и красоты Афродита. По итогу ребята улетают, захватив с собой Доленцию и сдувшегося Флекса. И мы можем заметить, что к их кораблю прикрепился 606. Значит мы его еще точно увидим. Далее мы видим кадры из злодейского суда, где уже был вынесен приговор ребятам, которых мы видели ранее. Ну и начинается следующий суд. Мы видим знаменитых персонажей из спин-оффа ужасное приключение Билли и Мэнди. Злой Конкарне. Тут и медведь Босков имеется, которого контролирует мозг и желудок Гектора Конкарне. И майор доктор Гастли здесь. И генерал Скар, главный антагонист этого спин-оффа. Начинается все с того, что Гуль и Дарк Фантом врываются в какое-то здание через крышу. Мы понимаем, что они убегают от Мисс Хитт. И Гуль предлагает, а почему бы нам не попросить помощи организации Блэк Хэтт. Также мы тут узнаем, что Дарк Фантом задолжал Блэк Хэтту кругленькую сумму. Интересно, что он у него такого напокупал? Надеюсь, не только ту приставку, в которую он рубился в инстаграме Упинумбы. Тут же появляются Омега из темноты и другие ребята, которым Мисс Хитт уже давненько промыла мозги. Среди них есть Урсула, которую мы видели во второй серии. Но тут она уже попала под чары Мисс Хитт. Также тут есть Эльфлора из Нового Рассвета, Великий Павла из инстаграма Мисс Хитт, Танос, Лепрекон, Мяуросайт из Нового Рассвета, Теродактиль, очень похожий на Ридли, Заклятого врага Самус Аарон из серии игр Метроид, Доктор Дент, ну и водолаз, про которого мы с вами еще успеем поговорить. С остальными нас пока что не познакомили. Овладев разумом Дарк Фантома, Мисс Хитт выходит познакомиться и с Гулем тоже. Ну и промывает ему мозги. Тут мы видим Койота, Мисс Хитт еще очень давно сделала его своим приспешником. Ну и в тени здесь скрываются Майк Вазовский из корпорации монстров, Джонни Браво из одноименного мультсериала, Метаура и Рейвен из комиксов DC. Я думаю, эти действия происходят Мисс Хитт на секретной базе Дарк Фантома и Гуля. Тем более, эти ребята потом были в розыске еще долгое время. Но все же, к сожалению, их настигли приспешники Мисс Хитт. Если вы не понимаете, о чем я, то посмотрите вот этот плейлист с разбором каждого поста в инстаграме у Мисс Хитт и Пенумбры тоже. Тем более, теперь это часть каноничной истории. Ссылочку оставил в описании и вот еще всплывашка вверху экрана. Далее нам показывают Флюга и 505, которые занимаются весенней уборкой. В одной из коробок мы видим газету Daily Chirping. Такой местный аналог Daily Bugle. В заголовке написано «Голдхарт помешал тупому ученому». Это оказалось правдой. Все смеялись. Также тут, помимо фотографии самого Голдхарта, имеется фотка Флюга. У него раньше был крутой зловещий костюмчик. Похоже, что в прошлом Флюг и Голдхарт были заклятыми врагами. Да и сейчас Флюг к нему относится, так сказать, с негативом. Но об этом мы с вами еще успеем поговорить. Также тут написано «Злодею удалось сбежать на зловещем самолете». Возможно, именно после этой битвы с Голдхартом Флюг врезался в поместье Черной Шляпы. Самолет же его как раз вот тут торчит. Да и в ответах на вопросы Флюг рассказал, что прилетел сюда на самолете. Возможно, Голдхарт повредил его летательный аппарат во время драки. И он врезался в поместье Черной Шляпы. 505 достает старые фотографии, где Флюг еще учился в Академии Блэкхэта. Тут мы практически никого не знаем, кроме доктора Йохана Вассера, который потом будет помогать Пенумбрия с лекарством от Нумбрии. Ну и вот этот динозавр. Отсылочка на американский ситком 30рок, где актер Стив Бушами в кепке и со скейтбордом в руках олицетворяет нелепые попытки взрослых людей сойти за своего в компании молодых. Лицо Флюга здесь закрыл вот этот чел в шлеме, а посередине красуется еще совсем молодая Мисс Хит с брекетами на зубах, в очках и с милыми розовыми ушками на голове. И да, она училась с Флюгом в Академии Блэкхэта, но об этом мы еще тоже успеем поговорить. Также Пушистик достает из коробки научную работу доктора Флюга, а точнее его дипломную работу, датированную 2005 годом, манипулирование лимбической системой с помощью внешних средств и влияние на эмоции и чувства человека. Как мы позже узнаем из диалога Мисс Хит и Флюга, она украла у него часть работы и сделала свое вещество, при помощи которого она и контролирует эмоции и чувства своих приспешников. Флюг говорит, что та часть работы, которая у него осталась, помогла ему создать вот эти жуткие цветы. Нам про них уже рассказывали в мини-эпизоде «Злы дни» под названием «Мерзкий цветок». Тут мы видим, что доктор Флюг экспериментирует с разными растениями. У них в арсенале есть цветок с глазом, руками и ртом, который присасывается к сердцу героя, заражает его и таким образом полностью берет контроль над сознанием человека. Да и как мы знаем из отчета доктора Флюга на под МС Байлар о создании 505. Вот этот цветок вырос прямиком из мозга медведя. Скорее всего, он напрямую связан с нервной системой пушистика, так что его работа помогла создать не только эти жуткие цветы, но и самого 505. Далее Блэкхэт материализует Флюга к себе в кабинет. Там уже его поджидает Гуль, который рассказывает про злодеяния Мисс Хит. Блэкхэт рассказывает, что она член жалкого клуба героев и Флюг сразу спрашивает «Она с Голдхартом?» Неудивительно, что Флюг знает про это, ведь далее нам как раз таки покажут небольшую предысторию, как Мисс Хит бросила учёбу в Академии Блэкхэта и примкнула к самому Голдхарту. Но об этом мы ещё обязательно поговорим. Кстати, в кабинете Блэкхэта появилось несколько новых картин, которые являются отсылочками на некоторые фильмы. Например, вот это отсылает нас на культовую сцену из «Крёстного отца», когда гробовщик Амери Гоба Нассера клянётся в верности Дону Карлеоне в обмен на месть мужчинам, напавшим на его дочь. А следующая картина очень сильно похожа на постер фильма «Конан Варвара» 2011 года выпуска. Кстати, как оказалось, у Блэкхэта есть крутой выдвижной экран, который можно выдвинуть, нажав на вот эту кнопку. Вот он там себе кинотеатр устроил. Флюг соглашается, и не все компании вылетают на дело. Мы увидим, что уже весь город завешан рекламой духов от Мисс Хит, а по улицам шныряют её приспешники. Тут в толпе есть те, кого я уже называл до этого. Например, Дарк Фантом и Танос, а также новенькие Цветик из Супер Крошек, Джоджо и Мяу Розит. Когда они пролетают над городом, Мисс Хит запускает трансляцию и рассказывает, что в городе объявился её старый друг Доктор Флюг, и что нужно его поприветствовать. Тут же на них нападают приспешники Мисс Хит. Тут и Омега, и Роксета, которую совсем недавно поймала Мисс Хит, Конан из Нового Рассвета, Водолаз, Великий Павло, Девочка-Ангел из потерянных файлов Самурая Джека, Венити и Ридли. Они все атакуют пилотируемую шляпу, и Флюг вместе со своей командой падают прямо в логово врага. Мисс Хит показывает, что всё это время Гуль был под её властью, и это он их заманил сюда. Тут в толпе есть и другие её приспешники. Например, сообщник Койота, которого она поймала ещё очень давно. Стардаск, Химера, Ван Кламп, её давняя подруга, которая присутствовала на открытии нового торгового центра в Дождливых Холмах. Женская версия Стивена, робот похожий на робота Альфа-5 из сериала Могучие Рейнджеры и Стальной Титан, который одним из первых напал на Пеномбру после того, как её объявили в розыск. Флюг говорит, что её духи это его расследование, и начинается долгая драчка, где Флюг всех разматывает при помощи вот таких механических рук и крыльев. Ну вот, а вы и говорили хиляк, технологии наши всё. Но тут случается страшное, Мисс Хит завладевает чувствами и Флюга тоже, поэтому он встаёт на её сторону. Мисс Хит пшикает своими духами в деменцию, но ей плевать. Она вычихивает этот препарат и говорит, что её сердце принадлежит только Блэкхэту. Я думаю, здесь нам показали очень интересный факт. Как мы теперь знаем, Флюг написал свой диплом по теме манипулирования лимбической системой с помощью внешних средств и влияния на эмоции и чувства человека. Лимбическая система в мозге человека отвечает за формирование чувств, обоняния, эмоций и поведения. А что если лимбическая система мозга деменции была повреждена, вследствие чего украденное средство мисс Хит у Флюга на неё не подействовало. Она любит только лорда Блэкхэта и никого больше. Тем более, наглядно видно, что у неё есть какие-то психические расстройства. Не зря же Флюг её в смирительной рубашке в бункере держит. Интересно, что случилось с деменцией, что её лимбическая система была нарушена. Возможно, Флюг ставил над бедной девушкой свои эксперименты, когда пытался сделать для Блэкхэта 505. Жуткие цветы, которые завладевают чувствами человека, у него получились. 505, но если не отталкиваться от изначальной концепции, тоже. А вот деменция была промежуточным экспериментом. Вследствие повреждения её лимбической системы у деменции появились психические расстройства, которые навсегда изменили девушку. Возможно, впервые после пробуждения она увидела самого лорда Блэкхэта и из-за всех этих экспериментов она к нему так нездорово привязалась. Что первое увидело, то и стало её объектом обожания. Тем более, как будет показано далее, она представляет с ним свадьбу, причём в своём безумном стиле. Тут даже 505 ошибку выдаёт «Медведь не найден», что отсылает нас на ошибку 404, которая и означает, что сервер не смог найти страницу с таким адресом. Как и деменция, которая не замечает никого, кроме самого лорда Блэкхэта. Я думаю, вся эта сцена сделана не только ради шутки и отсылки на Битлджуса. Да, их наряды здесь отсылают на свадьбу Битлджуса и Лидии из фильма, который так и называется Битлджус. Его снял в 1988 году сам Тим Бёрдон. Ну и ради того, чтобы ещё раз показать, что деменция... Реально ку-ку, ку-ку. Так что теперь понятно, почему деменция не реагирует на это вещество. Деменции 505 убегают от них и заходят в переулок, где мы видим несколько плакатов. На первом красуются наши любимые танцоры по Демос Байлар. Правда, их кто-то перечеркнул и написал поверх плаката «Они не могут танцевать». Кто оставляет эти надписи, пока что неизвестно. Но Сайт же до сих пор продолжает свою работу. Далее мы видим плакат с Альдом Альдонадо. И подписью «Вы видели меня?» Если кто не в курсе, то это студент, который сошёл с ума и стал одержимым Блэкхэтом. А сверху кто-то надписал «Он кое-что знает». Я думаю, Альдо тесно связан с Блэкхэтом и он и правда что-то знает про него. Например, кто он и откуда он появился. Думаю, в будущих сериях нам про это обязательно расскажут. Также тут висит логотип MadScience Expo ежегодная научная выставка, которую так любят посещать Пенумбра и Доктор Флюк. Ну а справа на коробке с подписью «Сделай сам» изображена лазерная пушка, которую очень часто использовал Моджо Джоджо из Супер Крошек. Чтобы усовершенствовать формулу вещества для промывания мозгов, Мисхит запрягла Флюка, Пенумбру, какого-то кота, похожего на Гамбола и Доктора Семи. Это такой маскот мексиканской аптечной сети. И да, наконец-то мы увидели Пенумбру во всей красе. А то после ее похищения новостей так и не было. Только Санбласт вместе с Крыской Кьюри продолжали ее искать. Чуть дальше мы их можем увидеть в толпе. Вот тут они буквально на секунду пробегают. Через некоторое время в инстаграме у Пенумбры появился вот такой пост, где Санбласт вместе с Кьюри сидели в засаде на этой же площади. Тут, кстати, в кустах глаза деменции виднеются. А после победы над Мисхит Пенумбра опубликовала вот такой милый пост и написала «Мы снова вместе, уже дома и о многом помним». «Последние полтора года иногда были снома и иногда кошмаром, от которого я не могла проснуться. Постепенно в нашем доме и вот Рена все налаживается. Спасибо Санбласту, спасибо Кьюри и спасибо всем, кто оказал нам такую поддержку и любовь. От всего сердца благодарю вас. Приключения только начинаются». Так что, кто переживал из-за Пенумбры, теперь можно выдохнуть. С ней все хорошо. И я думаю, в ближайшее время она снова начнет публиковать новые посты у себя в инстаграме. Деменция выталкивает 505 из кустов, чтобы он отвлекал приспешников Мисхит. Деменция забирается в вентиляцию и мы видим стримерскую Мисхит. Тут есть один интересный комментарий справа. Кто-то спросил, когда ее стикеры будут доступны в России. Приходит Флюка, Мисхит в этот момент говорит, что хочет стать самым обожаемым героем и надеется, что Голдхарт полюбит ее. В руках она держит телефон, на котором мы можем увидеть профиль Голдхарта. Правда, как мы его не искали, пока что такого аккаунта, к сожалению, не существует. Снизу подписано Love is Love. Один из слоганов ЛГБТ-сообщества. Так что закатай губу обратно, Мисхит. Голдфлюк, канон. Тут же Флюка начинает крыть и он вспоминает свое обучение в Академии Блэкхэта. Мы видим, что Мисхит постоянно ходила вокруг да около Флюка и его формулы. И на лабораторных работах, вон он уже с цветочками работает, и на Хэллоуин Флюк держит свою дипломную работу, а Мисхит стоит рядом с ним. Ну а на следующем кадре она уже украла у него диплом. Вон книга виднеется у нее в рюкзаке, а Флюк пытается судорожно ее найти. Мисхит очень увлечена новостями по телевизору, в которых рассказывают, как Голдхард борется с каким-то злодеем. А внизу написано «Голдхард снова спасает нас». Далее мы видим, как Флюк сидит возле своего шкафчика. В руке он держит уже новую дипломную работу, которую ему пришлось переписать. И фотку с Мисхит и его одногруппниками, которые мы видели ранее. Ну а далее мы видим, как уже Флюк смотрит новости по телевизору и держит в руках старенький ободок с ушками Мисхит. Тут мы видим Голдхарта и саму Мисхит уже в стандартной геройской одежде. Внизу написано «Поприветствуем нового члена». По итогу Мисхит украла работу у Флюка и присоединилась к героям, хотя изначально она училась в Академии Блэкхета для злодеев. Далее Мисхит упоминает, что многие говорили, что испарение жидкости бесполезная суперсила. Получается, что на ее руках установлены специальные кольца, в которых находится то самое вещество, в котором она и затуманивает людям мозги. Жидкость выплескивается и Мисхит при помощи своих суперсил моментально превращает вещество в пар, которое и вдыхает ее жертвы. Но откуда у нее такие силы? Давайте узнаем поподробнее. Для начала заходим на Подемос Байла и нажимаем на вкладку «Сердце». Она относится к пятой серии. Мы видим, что нас просят ввести пароль. Уровень безопасности четвертый. Если вы помните, я еще в первом разборе говорил, что в каждой серии в заставке есть цифры, которые повторяют нужный нам номер отчета на Подемос Байла. Если мы откроем английский алфавит, где каждая буква пронумерована, то мы поймем, что эти цифры соответствуют буквам в алфавите. 16 это P, 15 это O, 23 это W, 5 это E, а 18 R – Power или Сила по-русски. Вводим этот пароль в строку и мы видим часть документа и кнопку «Скачать». Нажав на нее, начинает скачиваться этот кусочек файла под названием MH или Мисхит. Самое интересное, что именно этого кусочка не хватало, чтобы собрать файл полностью. Все остальные фрагменты были спрятаны в сериях первого сезона «Злыдни». В заставке первого эпизода была вот такая верхняя часть документа, потом в заставке пятой серии мы могли заметить правую нижнюю часть и вот он, недостающий кусочек, который любезно был оставлен на Подемос Байла. Сложив все вместе, мы получаем вот такой полный документ, который прольет немного больше информации про Мисхит, так как он посвящен именно ей. Сразу скажу, что если высветлить документ, то в некоторых зачеркнутых местах можно с легкостью разобрать текст, а где-то из-за плохого качества вообще непонятно, что написано. Так вот, оказывается, полное имя Мисхит Сесилия Аманда Келли. На момент написания данного отчета ей было 17 лет, вес 49 килограмм, рост 156 сантиметров, месторождение Космополис. А вообще, этот отчет об операции или, если так можно выразиться, об эксперименте, который был поставлен организацией ПИС на этой девушке. Сперва она прошла медицинский осмотр, по итогам которого было выявлено, что у Сесилии четвертая положительная группа крови. Артериальное давление, питание и пульс в норме, генетических и сердечных заболеваний нет. Предварительные результаты показали идеальную совместимость между субъектом и чем-то. Невозможно разобрать. За 24 часа до процедуры ей удалили пирсинг ушей. Да и в принципе, она была здоровой, и на ее теле не было обнаружено никаких следов серьезных повреждений или травм. Субъект выглядит возбужденным, имеет хорошие жизненные показатели с повышенным уровнем адреналина и пульсом немного выше среднего. Но все пошло не так гладко, как хотелось бы. Через 2 часа после проведения процедуры у пациента было обнаружено значительное снижение массы тела, обезвоживание, анемия и сухость кожи. Анализ выявил, что ухудшение состояния было побочным эффектом новообретенной способности субъекта, поскольку неконтролируемое соединение начало испарять все жидкости в ее организме. Если здесь высветлить, то будет видно, что в течение этого времени ее шансы на выживание резко упали с 40% до 15%. Свежие результаты, представленные доктором Амелии Хартингс, показали, что она, по-видимому, невольно подвергала себя воздействию своих собственных сил, возможно, из-за отсутствия контроля над своими способностями, которые стабильно снижались на 5% каждые 10 минут. Далее началась реабилитация. Ее проверяли ежечасно и ставили капельницы для поддержания водного баланса. Спустя 4 часа пациентка пришла в сознание, но испытывала сильную тревогу и страх, сопровождавшиеся паранойей и галлюцинациями. В течение, сложно разобрать, черная шляпа. Похоже, этот эксперимент над Сесилией был сделан не просто так. Пис собирает людей, проводит над ними эксперименты, наделяет их суперсилами для того, чтобы противостоять лорду Блокхэту. Вспомните предысторию Капитана Америки. Правительство США использовало сыворотку суперсолдата на Стивине Роджерсе для создания физически сверхвыносливых и сверхсильных солдат для борьбы с нацистской угрозой. По итогу из-за этого он и стал супергероем. Я думаю, что здесь происходит то же самое. Пис также вербует людей, проводит над ними эксперименты и наделяет их суперсилой для противодействия самому лорду Блокхэту. 18 часов спустя Сесилия вернулась к своей нормальной массе тела и начала практиковать новые способности. А уже спустя 48 часов она полностью восстановилась. Испытуемая обнаружила свою способность изменять физические свойства воды и превращать ее в пар без повышения температуры. Ну, а че, удобно. Пис начали раздумья, как применять ее силы. Но Сесилия сразу же сказала, что эти способности можно применять на злодея. Пациентка может быть выписана через 5 дней, но нужно каждые 2 недели приходить для введения дозы этого вещества. Результаты эксперимента признаны успешными и теперь вещество пригодно для применения в неразборчивом. Как и с подписью и ответственным лицом тоже. Проект неизвестен. Способность испарения 2.0 наделена силами. Показатель силы низкий. Такие дела. Далее флюк под предлогом забытой камеры в лаборатории сбегает от Сесилии в коридор, где на него прыгает деменция. Флюк говорит ей, что знает, как остановить Сесилию. Яд, который содержится в духах Суи-Муа, был выведен из формулы, которую Флюк не закончил в Академии. Именно поэтому гипноз, который накладывают ее духи, временный. И рассеять его можно простым, дело не в тебе, а во мне. То есть мисс Хит должна показать всем, кто под ее чарами, что она их не любит и чары сразу же рассеются. Далее мы видим мисс Хит, которая поднялась на этаж с чанами этих самых духов. Мы локализировали все этажи в ее доме. Можете остановить ролик и посмотреть повнимательнее. Из примечательного у нее есть этаж Данжен. Так что мисс Хит еще тот? Данжен мастер. Деменция тем временем ворует ее хит-камеру и включает стрим. И на глазах всех поклонников мисс Хит целует Флюга. Причем мне кажется, она сама этого хотела. Гулю ведь она сразу отказала. А тут на тебе, давай поцелуемся, да и сразу в губы. Может быть у нее остались какие-то чувства к нашему любимому злобному ученому. Потому что Флюгу она и правда нравилась. И возможно нравится до сих пор. Судя по тому, что после того, как он увидел ее с Голдхартом, у него разбилось сердце. Но тут магия рассеивается, а люди расстраиваются и начинают злиться на мисс Хит. Осознав это, девушка скидывает ученого с моста. Но его вовремя подхватывает деменция и в чан падает сама мисс Хит. Такая своеобразная отсылка на становление Джокера, суперзлодей вселенной DC. По канону Джокер упал в кислоту, испугавшись Бэтмена. И по итогу сошел с ума. То же самое мы видим и с мисс Хит. После падения в чан с духами она сходит с ума и расписывает все стены в тюрьме, причитая одно и то же. Люби меня, подпишись, люби меня, подпишись. Из интересного тут можно выделить вот эти надписи на стене Блэкхэт сосет, Хит и Голдхард и Хит и Флюк. Значит он ей и правда не безразличен. Номер ее камеры кстати тоже образует слово Хит. Так что похоже эту камеру построили именно для нее. Тем временем в ее дом уже пришли злые поклонники. Хит пытается вернуть Омегу своей способностью, но все тщетно. В финальной сцене мы видим и тюрьму, куда поместили мисс Хит. Флюк навещает ее и спрашивает, что задумал Голдхард. Девушка отвечает, что Голдхард хочет навсегда положить конец злодействам. После чего Флюк уходит, называя девушку ее настоящим именем Сесилия. После всего этого в инстаграме у мисс Хит появился вот такой пост, где написано, что ее аккаунт теперь расследует с организацией ПИС. Так что новых постов в инстаграме у мисс Хит мы явно еще долго не увидим. В сцене после титров мы видим Голдхарта, сидящего напротив телевизора. Ведущая новостей сообщает последние новости, что мисс Хит была переведена в тюрьму строгого режима после поцелуя со злодеем доктором Кеннинг Флюкслесом, бывшим главным соперником Голдхард. Герой выключает телевизор и произносит фразу «Флюк, что ты наделал?» В бегущей строке есть пара интересных надписей. Например, местному телевидению удается скрыть шутки от цензоров. Дом на улице Фресна будет перестроен после посещения бульдозера. Значит, с ним все в порядке и он уже вернулся к обычной жизни. Ну и таинственный кактус найден. Интересно, где? Ведь последний раз мы его видели тогда, когда он прицепился на корабль Флюка. Похоже, что мы его еще точно увидим в будущих сериях. Но что же происходило раньше между Флюком и Голдхартом? Возможно, Флюк начал борьбу с ним после того, как Сесилия разбила ему сердце и он назначил Голдхарта врагом номер один. Но есть еще одна очень интересная теория. А что если Голдхарт это брат Флюка? В пилоте над кроватью Флюка мы можем увидеть порванную фотографию, на которой изображены трое мужчин и одна женщина. Я думаю, слева в синей рубашке это Флюк. Далее стоит его мать, справа в серой рубашке его отец, а кто тогда в желтой рубашке? Он показывает пальцами жест Пис. Подождите-ка, вам это ничего не напоминает? Например, организацию Пис, главарем которой является Голдхарт. Жест Пис, это была главная фишка брата Флюка, когда он еще был молод, показывать этот жест. Именно так он и назвал эту организацию в честь его любимого жеста. Прямое включение. Кстати, я тут заметил, что в газете Флюка Голдхарт тоже показывает жест Пис, так что похоже он и правда его брат. Причем, если посмотреть отдельно на отца Флюка и на него самого, они стоят в одной и той же позе. Рубашка заправлена, как и галстук тоже. Возможно, Флюк пошел в своего отца, а у Голдхарта рубашка не заправлена и галстук висит как попало. Причем, если вы заметили, их мать держит за руку именно вот этого парня в желтой рубашке, а Флюк стоит как будто отдельно от всех них. Возможно, родители очень сильно любили Голдхарта и всячески его поддерживали, а на Флюка никто не обращал внимания. По итогу, один брат стал героем, другой злодеем, и когда Флюк только влюбился в Сесилию, она ушла к его брату, тем самым разбив ему сердце и зародив еще большую злобу на брата. Тогда почему Флюк носит пакет на своей голове? Мне кажется, Флюк и Голдхарт это-то братья-близнецы. У них одинаковая внешность, и именно поэтому Флюк надел пакет на свою голову. Он ненавидит своего брата и не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с ним. Но это всего лишь моя теория. Хотя жест пис, конечно, меня ввел в ступор, когда я думал обо всем этом. А вы что думаете? Голдхарт и правда брат Флюка? Или их вражда началась из-за обычной ревности Флюка к Сесилии? Жду ваших комментариев на этот счет. Будет интересно почитать. Ну а на этом все. Окей, не забывайте подписываться. Пока-пока, я люблю вас.